МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последнее время мы отдалились друг от друга на почве скандалов. У него сразу все сводится к разводу. Я говорю, а как же я? У меня еще ребенок в сад не ходит. Как мне жить? Ты думаешь, он тебя разлюбил? После рода все-таки она как-то меняется. И взрослеет, и фигура становится какая-то не такая. Их друг к другу не тянет. Это называется дисгомия. Может, не правда что-то не так? Не стесняйся, скажи. Хоть у нас разница, там 10 лет, я не хочу вытерять. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Наталья, мне 25 лет. Я пришла на перезагрузку, чтобы влюбить себя вновь в мужа, преобразиться внешне, избавиться от своих комплексов. Когда я смотрю в зеркало, собственный вид меня угнетает сильно. Но он тебе на эту тему ничего не говорит? Нет, но... Или поглядывает на других девушек с большим листом? Я думаю, что все равно ему, конечно, нравятся девушки. Женственные, красивые. А я себя таково не считаю. Мой муж просто он для меня и как и отец, и подружка. В смысле, как отец? Что ты имеешь в виду? Ну, мои родители развелись, когда мне было 11 лет. Наверное, за недостатком отца я как-то переложила роль на своего мужа. Ну, наверное, я в нем какой-то еще защиты, не знаю, поддержки. Он тебе это дает? Ну, в последнее время мы ругаемся часто, и у него сразу все сводится к разводу. Я говорю, а как же я? У меня еще ребенок в сад не ходит. Как мне жить? Я не смогу ее обеспечить, я не смогу пойти работать. Он говорит, ну, это твои проблемы. То есть он бывает то нормальный, а просто в нем иногда включается другой человек. Он грубый, неласковый. Когда я пытаюсь его обнять, он меня отталкивает. А у вас интимные отношения как складываются? Ну, все реже и реже, так скажем. Я всю беременность лежала на сохранении, мне врачи не разрешали. С этих пор у нас вот так вот. Ты думаешь, он тебя разлюбил? Ну, думаю, что он во мне перестал видеть женщину. Да я все равно его люблю. Я хочу сохранить семью. Хочу, чтобы он меня начал замечать. Комплименты говорил, цветы дарил. Больше со мной времени проводил. Не хочу, чтобы моя дочь росла в неполной семье, как я. Так как ты сейчас сидишь и мне это говоришь вот так искренне, ты плачешь, переживаешь и признаешься в любви. Ты ему так говорила? Да, говорила. Что он прям как скала сидит? Да, никогда не пожалеет, не попросит прощения за какие-то оскорбления, обиды. Наташа, мне кажется, что твоя главная проблема, что тебе не хватает уверенности в себе. Я никогда себе не нравилась. Блондинка с голубыми глазами вообще, ты что? Так, ну давай мне свои лапки. Сюда. Все, слезы вытирай своей салфеткой, я тебе помогу. И ребята, наша команда тебе поможет. Пойдем. Женщина, ну, как всякий нормальный человек при знакомстве, показывает свои позитивные стороны. Как-то никогда не увидишь какие-то ее недостатки. Я помню, вот свидание первое, например, сидишь с девушкой в ресторане. Мне прям раздражают жутко те, которые ковыряются и не едят. Я свою жену полюбил за то, что полкурицы она съела, по-моему, на первом свидании, сразу же чуть ли не руками, запила все это вином, и я понимаю, что эта женщина родит мне детей. Ну, это правильно, потому что темперамент мы ценим больше всего в человеке. Темперамент – основа жизнеспособности. Часто женщины даже не понимают. Привет, привет. Присаживайтесь. Знакомьтесь. Девушки к нам зашли. Это Наталья. Наташа, хочу тебя познакомить с ребятами. Это Сердар, визажист. Будет делать красоту на твоем лице. Сексис-моке. Александр у нас стилист. Он будет заниматься твоей одеждой. Женечка – мастер по волосам. И Виктор – психолог. История Наташи заключается в том, что она в браке, но муж потерял интерес. Нет практически интима. И, естественно, Наташа, как любая нормальная женщина, очень сильно переживает. Такая неловкая ситуация с супругом. Тут есть какие-то подводные камни. Просто не хочу копаться в ваших отношениях. Что касается волос, блондинка, вы прям чувствуете, и, в общем, как вы себе подаете цвет глаз. А сексуальности – да, немного. По крайней мере, вот то, что я вижу над сексуальностью во внешнем виде, я и буду работать. Саш, ты согласен? Я, со своей стороны, помогу тебе быть более сексуальной. Желанной, да? Желанной. Но самое главное, что мне хочется, чтобы ты ни в чем не винила себя в этих проблемах в семье, чтобы ты не думала, что виновата ты. У тебя замечательные брови. Кожа хорошая. Даже вот эта родинка мне очень нравится. Да, кожа классная. Единственное, психологические проблемы на лице отражаются. И нам нужно будет поработать вот здесь. А я думаю, что Виктор с вами поработает вот здесь. В целом, ситуация распространенная. Это называется дисгамия на научном языке. Когда два физически здоровых, молодых человека, мужчина и женщина, живут вместе. Но их друг к другу не тянет. Такое бывает и довольно часто. Причина дисгамии всегда есть. Покопаться в ошибках и эти ошибки исправить нужно обязательно. Готово? Да. Ну тогда от слов перейдем к делу. Пошли, Наталья. Давай руку. Успех вам. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Все мы в начале наших отношений стараемся. Мы хотим быть сексуальными. Мы хотим быть привлекательными для своего партнера. А затем приходит какое-то время. Мы принимаем друг друга как должное. Нужно вернуть отношения в образе любовников. Мне очень интересно, как Виктор в этой проблеме будет разбираться. Я думаю, что наша телезрительница, у кого есть похожие проблемы, как раз с интересом послушают его советы. Как сделать так, чтобы ты была желанна для своего мужа. Далее в программе. Мама забеременела, а отец в это время загулял. Твой муж на твоего отца чем-то похож. Не происходит ли нечто подобное в твоей семье сейчас? У меня знакомая ситуация. Меня зовут Наталья, мне 25 лет. У меня прекрасный муж, которого я очень люблю. У меня есть маленькая дочь Алиса. Ей почти три года. Наверное, любая женщина поймет, что после рода все-таки она как-то меняется. И взрослеет, и фигура становится какая-то не такая, как до этого. Мне не нравится моя грудь, которая вообще исчезла после кормления. Я выгляжу как мальчик. Из-за этого комплексую сильно, одеваю более такую одежду, которая не особо ее подчеркивает. Она после беременности стала комплексовать. Перестала вообще носить юбки короткие. Все время носит там штаны. Мне это вообще, мне это бесит. Грудь я вижу, как бы, что у нее вообще ее нет. Меня, как вы, это тоже немного угнетает. В последнее время мы одолелись друг от друга на почве скандалов, на почве того, что я недовольна, что мне не хватает его внимания. Потому что работаю каждый день, отдыхаю очень мало, поэтому иногда просто ложишься. И хочется, конечно, дождаться того момента, когда Алиса уснет, и с Наташей сексом даже позаниматься. Ну, пока ждешь, я просто вырубаю спать. Я даже не могу ни ждать, ни чего. Я больше всего, я знаю, что я в своем муже, я ищу своего отца. Мамы с отцом разошлись, я вообще просто закрылась себе. Больше я всего боюсь, что у меня так же произойдет в семье. Что я останусь одна, что у меня дочь будет расти в неполноценной семье. Я не хочу вытерять. Хоть у нас разница там 10 лет, может быть, и я там молодая, но он меня во всем устраивает. Единственное, я хочу, чтобы он ко мне как к женщине стал относиться. Виктор Пономаренко, психолог. Пять лет прожили вместе, но последние два года страсти остыли. Как я родила, я была с ребенком дома, постоянно он работал, мы все реже стали видеться, начали отдаляться друг от друга, меньше времени вместе проводить. Ну, ты чувствуешь вашу разницу в возрасте? У вас сколько, 10 лет разница? Да, не чувствую. Мне порой иногда, наоборот, кажется, что я старше, чем он. То есть он такой немножко инфантильный? И все внимание на себя? Да, любит. И чтобы комфортно ему было, вот такой легко ранимый, обидчивый. Со мной, да, он обидчивый. А что ты ему высказываешь? Что ты от него хочешь? Хочу, чтобы он больше со мной времени проводил. Когда у него есть хотя бы часик, чтобы он его не с друзьями проводил, а со мной, с ребенком. А с друзьями-то чем он занят? Ну, он может в баню сходить, на футбол. А дома с женой неинтересно? С ребенком неинтересно? Ну, а вот в твоей семье родительской как дела обстояли? Мы жили, была прекрасная семья, я никогда не слышал, чтобы родители ругались. Он военнослужащий, отец. Все было отлично. Мама забеременела во второй раз. Вот у него есть брат. И она поехала рожать к родителям в другой город. А отец в это время загулял. Мы вернулись обратно домой. И вот это все начало всплывать. Эта женщина приходила домой, стучалась в дверь, пока он был в караулах у ночных. Мама с ребенком, с маленьким на руках, она пьяная, колотилась в двери. Скажи, пожалуйста, такой трудненький вопрос задам. А твой муж на твоего отца чем-то похож? Мама, похож. А чем? С телосложением, внешностью. А характером? Вы знаете, я даже, честно сказать, уже даже не помню отца, если не общаюсь. Ну как, 11 лет тебе было, ты уже довольно... Не знаю, как-то я вычеркнула прям... Так презираешь его? Да. Очень презираю. Он приезжал первое время после развода, пытался общаться со мной. Я прям не могу с ним рядом находиться. Все, чужой человек. Прям знать не хочу. Вычеркнула даже его на лицо. Я ведь почему спрашиваю? Не происходит ли нечто подобное в твоей семье сейчас? Нужно не повторять судьбу мамы? Я вот и боюсь этого. Которая осталась одна там с двумя детьми. Я не хочу. Я хочу, чтобы он чувствовал, что я его партнер по жизни. Я хочу вот стать именно сильной. Наташа, Наташенька, ты сильная. И стержень тебе есть. Мне просто нужно очнуться. Просто тебе нужно от дремоты очнуться, от этой медвежьей вашей дремоты. Не плачь. Здесь у нас надо только улыбаться победно. Голову держать высоко. Плечики расправить. Потому что начинается для тебя новая жизнь. И сейчас ты пойдешь к мастерам здоровья и красоты. А с тобой мы увидимся на эксперименте. Спасибо. Когда я начинал разговор с Наташей, я был уверен, что ну вот очередная девочка, которая нашла себе папу. Но оказалось, дело все гораздо сложнее и грубее. Работает поведенческая генетика. Когда ты просто считываешь со своих родителей те формы, те стереотипы поведения, которые они тебе преподают. Если мать когда-то рассталась с мужем, не захотев поработать над отношениями, не утруждая себя пониманием, почему муж любящий, от которого у него двое детей, почему он ушел в какой-то кикиморе полупьяный. Это вопрос. Это вопрос в семье Наташи не был решен. И нерешенность этого вопроса Наташа принесла в свою семью. Даже Наташин образ, в котором она пришла на нашу программу, вот этот розовый свитерочек, да, абсолютно не говорил о том, что она мама и жена. Поэтому муж, наверное, и видит в ней этого маленького ребенка, которого нужно жалеть, поспокаивать. Но это неправильно. Карен Ханзадян, стоматолог. Мы изучили каждый зуб во фронтальной группе, мы обнаружили следующие проблемы. Проблема у тебя с центральным резцом. Он мертвый. Есть у тебя достаточно большая пломба на боковом еще резце. И есть кариозный процесс под пломбой на первом премаляре нижней челюсти слева. Естественно, мы здесь тебе поменяем реставрацию. А вот эти два зуба, центральный резец левый твой и боковой левый резец, с твоего позволения, будем покрывать винирами. Вот обрати внимание, к какому результату приведет полная смена оттенка зубов. Да, очень красиво. Мне очень нравится. Ну, давай приступим тогда к намеченным действиям. Давай. Макс Адам Шерер. Косметология. Наташа, ну рассказывай, что мы с тобой делаем? Эта часть меня вообще не устраивает. Вот при нахмуривании у тебя залегает здесь морщина, да? Да, здесь. Так, хорошо. У глаз. Из-за зрения, да, из-за прищуривания. Прищуривания, да. Вот, давай мы сделаем немножечко инъекций здесь. Убираем вот эти вот гусиные лапки, которые начинают образовываться, да? Мы должны убрать морщины межбровья. Вот эти хмурые морщины, которые здесь стали формироваться. Сделаем вот так. Ага. Мы с тобой поднимаем скулы. Будет очень изяечно. Конечно, мне нужно, да, это точно. Да? Да. Класс, делаем. Все, мы закончили. Скулы у тебя потрясающим образом поднимаются, наливаются, улыбаться много, чтобы все было идеально. Спасибо, Макс. Максим Осин. Пластический хирург. Мне не устраивает грудь. Вот до беременности тебе грудь нравилась? Я бы хотела побольше. Хорошо. Когда ты кормила, у тебя грудь большая была? Да. Тебе комфортно было с той грудью, с большой? Да. Хорошо. Ты можешь показать ту грудь, какую бы тебе хотелось видеть? Да, я хочу вам показать примерно то, что я хотела бы. Наташа, я твои пожелания понял и услышал. Меня привело к вам две проблемы. Это моя грудь и веки верхние. Вот посмотри, пожалуйста, на себя в зеркало. Вот эта ткань, которую я держу, она у тебя лишняя. Я ее просто уберу. По-научному это называется пластика верхних век. Эти две операции можно сделать одномоментно за один наркоз, и ты этого не заметишь. Договорились? Угу. Тогда пойдем в смотровую и определимся, что будем делать с грудью. Наталья, вот ту фотографию, которую ты мне показывал на телефоне, там четко видно, что грудь сделанная. Ты бы хотела, чтобы все понимали, что у тебя грудь искусственная. Тогда давай не будем гнаться за размером. Я сделаю тебе максимально естественную, натуральную грудь. Это будет не маленькая грудь. Подберу для тебя круглый имплант, он будет заполнять верхний полюс. У тебя будет очень красивая грудь. Сейчас пройдешь все необходимые обследования и встретимся на операции. Договорились? Да. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, Михаил Егорович. Здравствуйте, Наталья. У меня плохое зрение, астигматизм. С очками я не особо дружу, ношу их редко. Пользуюсь за рулем, линзами, но буквально два часа, потом мне начинают глаза краснеть, сухость появляется. У вас, видите, двойной дефект есть. Есть близорукость, небольшая, средней степени, но еще большой астигматизм. Поэтому, естественно, этот дефект даже вам больше дискомфорт дает, нежели сама близорукость. Непереносимость контактных линз, конечно, это проблема. То есть вы привязаны к очкам. А коль вы небольшой любитель носить очки, насколько я понимаю, то, в общем-то, вы пользуетесь той остротой зрения, которая у вас без очков. Она очень маленькая. Мы сейчас еще обследуемся на щелевой лампе. Посмотрели, нет противопоказаний. И если нет, мы тогда уже продолжим нашу беседу. Наталья, я вас посмотрел. Противопоказаний для операции нет. Сейчас мы двигаемся в операционную и оперируемся. Я очень рада. Я тоже. Далее в программе. Надо задать этот вопрос близкому человеку. Что не так? Какая красотка. Вот это соблазнительный образ. А знаешь еще, почему он соблазнительный? Почему? Та-дам! Ого! Да. Наталья! У каждого семейного конфликта есть причина. И было бы правильно эту причину выяснить. Надо научиться слушать. Слушать своего партнера. Слушать близкого человека. Я привел тебя в этот павильон, чтобы показать тебе несколько картин из жизни обычных людей. Не хочешь поинтересоваться, что случилось? Что не так? Хочу спросить. А что вам не понравилось? Почему вы все испортили? Понимаете, я трудился над этой картиной очень долгое время. Я думал, что творю шедевр. А получилась просто бездарная работа. Вы так сами решили? Да. Со стороны любая история кажется нам какой-то моделью, каким-то театральным представлением. И только когда ты видишь настоящее лицо человека, ты понимаешь, насколько это его личная душевная боль. Снимая личину, мы обнажаем личность. А что у вас? Несколько минут в Dam past? И начальница. Звучит песня. А что у вас не так? Разбирая старые вещи на чердаке, я нашел этот корабль. Когда-то давно я купил его своему сыну. В тот период я очень сильно пил, и жена с ребенком ушли от меня. И вот, когда я делал этот корабль, я вспоминал сына. Сын давно вырос, и ему уже не нужен ни этот корабль, ни отец, которого он не видел много лет. Вот поэтому из-за этой боли я разбил этот корабль. Ты хочешь как-то прокомментировать, что-то сказать по этому поводу мне? У меня знакомая ситуация. В каком плане? С моим отцом. Я из своей жизни все какие-то вещи, напоминающие о нем, я убрала из своей жизни, чтобы мне не напоминало. Когда-то она не захотела выслушать своего отца. Она сразу приняла версию о том, что отец негодяй, что отец бросил семью, ушел к другой женщине. Вот здесь муж и жена поссорились. Они вместе прожили больше 15 лет счастливым браком. Но между ними пробежала кошка. Муж пытается наладить отношения, но жена его не принимает. Она не хочет слышать его объяснений. Просил мужчину. Почему так? Жена не хочет слушать вас. У нас с женой, когда начиналось, все было очень хорошо. Мы очень сильно любили друг друга. Но от этой любви у нас очень скоро родилась дочка. И вся любовь, которую мы отдавали друг другу раньше, стали отдавать ей. И постепенно мы отдалились друг от друга. Мы охладели просто. Я не жил дома, я существовал. Меня дома унижали. Чем-то были все время недовольны. Я старался, отдавал все свободное время семье. Но тогда говорилось, почему нет денег. Когда я начинал работать, ездить по командировкам, зарабатывать деньги, мне говорили, почему ты не уделяешь время семье. Ну, получилось так, что у меня появилась другая женщина. Она меня поняла, она принимала меня как личность, как человека. Жена поняла, что что-то не так. Тогда она просто приняла решение, как обычно. Она принимала это единолично, никого не спрашивая. Она забелеменела. То есть у нас должен был появиться второй ребенок. Мы специально так подобрали актеров, чтобы они напомнили Наташе ситуацию с разводом ее родителей. Моя сына, кстати, никогда даже не видел. Но я когда ушел, я каждый день молился, чтобы у них все было хорошо. Я до сих пор люблю свою дочь. Мне очень хочется с ней общаться, но видно, что жена так настроила ее, что папа плохой. Я просто хочу, чтобы они сейчас были счастливы всегда. Мне очень хочется пообщаться с дочерью, но вот пока не получается. Но я надеюсь, что как-то она позоросляет, тоже меня поймет. Вот такая история Наташа. Честно сказать, уже даже не помню отца. Я с ним не общаюсь. Так презираешь его? Очень презираю. Он приезжал первое время после развода, пытался общаться со мной. Я прям не могу с ним рядом находиться. Все чужой человек. Чего у тебя глаза на мокром месте? Просто я как-то на себя эту ситуацию немножко перенесла. Если бы перед тобой сейчас оказался твой отец, ты бы задала ему самые важные вопросы или тоже оттолкнула, вычеркнула из жизни? Возможно, когда я бы успокоилась, я бы спросила, что случилось. То есть ты готова была бы выслушать своего отца? Готова, да. Надо задать этот вопрос близкому человеку. Что не так? И быть мужественной, чтобы услышать правду. Ну, я поняла, что нужно давать людям второй шанс, что касаемо моего отца. Пусть у тебя нет семьи с твоим отцом. Пусть у тебя нет семьи. С мужем я всегда ищу контакт. Он вообще не любит съесть, разобраться. Я, наоборот, всегда иду навстречу. Даже когда он не прав, я все равно всегда подхожу первая и пытаюсь выяснить, в чем проблема. Пойдем. Может быть, сейчас что-то получится? Садись. Я думаю, вам нужно поговорить. Скажите друг другу, что не так в вашей семье. Наташа уверена, что ее муж разлюбил ее. Что он разочаровался в ней. Что он охладел к семье, к семейной жизни. Наташа взлелеяла в себе эту версию. И теперь с позиции этой версии атакует мужа из-за дня в день. Ты знаешь, я тебе это постоянно говорю. Я человек открытый. Я всегда хочу разобраться, выяснить. Ты всегда ходишь от разговора. Никогда мне ничего не объясняешь. Можешь по несколько дней сону не разговаривать. Мне тяжело от этого. Ты часто меня обижаешь. Ты даже не подойдешь, не извинишься. Всегда это делаю я. Я тебе обещаю, я извинюсь, что буду любить тебя. Я не договариваюсь, потому что мне правда тяжело. Ну а с ее-то стороны что не так? В чем она вас не понимает? Я стараюсь. Наташа, ты сейчас говоришь, в то время, как говорить должен твой муж. Сейчас возьми паузу и дай ему высказаться. Может, в ней правда что-то не так? Не стесняйся, скажи. Вот так случается, что чужих людей, посторонних, мы готовы выслушать и даже всплакнуть над их словами, проникнувшись их историей. А вот своего близкого, любимого человека мы не слушаем, потому что слишком много у нас накопилось. Слишком много претензий. Наверное, это так. И даже наверняка, потому что ее муж сразу согласился. Может быть, действительно, дело во мне. Может, я там что-то делаю не так. Но обязательно над собой поработаю, там исправлюсь. Тебе с ней хорошо живется? Да. Ты с ней счастлив или нет? Да, я люблю этого человека. Я с ней счастлив. Ну так прямо ей скажи, вот здесь, вот теперь. Я тебя люблю, и мне с тобой хорошо. Что же вы не пользуетесь этим счастьем? Вот смотри сюда, вот сюда смотри. Вот ради этой женщины ты живешь. Да, я люблю этого человека, мне все нравится, меня все устраивает. Осознаешь это, что ты живешь ради этой женщины? Да, осознаю. Вот. Сюда смотри. Вот ради этого мужчины ты живешь на свете. Посмотри, вот ясным женским взглядом посмотри на этого парня, красавец. Это твое счастье? Да. Вот пока ему на земле хорошо, и тебе на земле хорошо. Это вас обоих касается, братцы. Понимаете? Вот научитесь укрывать одеялом друг друга, а не тянуть одеяло на себя. Каждый. Услышали? Да. Ну, слава богу. Я считаю, этот разговор был полезным. И самому немного легче стало, и понял определенные ошибки, которые, наверное, я делал по отношению к Наташе. Где-то ее недопонимал, недослушал, не слышал. Сейчас прям как-то вот, как будто вдохновило меня. Больше этого делать не буду. Теперь учиться буду, слушать его в первую очередь, а потом уже делать какие-то свои выводы. Субтитры сделал DimaTorzok Александр Девятченко, стилист. Получил образование во Франции в Леонском колледже изящных искусств. Стилизует съемки для модных глянцевых журналов и крупных зарубежных компаний. Его клиентами являются многие артисты и публичные люди. Считает своей задачей развивать в девушках не только чувство стиля, но и уверенность в себе. Вещи есть, мы на месте. А Наталье нет. А Наталье все нет. А чудо не случилось. Или случилось все-таки. Вот она. Вот и Наташа. Привет, Наташа. Привет. Как дела? Как настроение? Привет, Александр. Отлично. Вот как я рада, когда у наших героев хорошие настроения. Вот сразу и у нас... Наталье это прекрасное, но я не рад, что она даже не переоделась с момента нашей первой встречи. Ну, Саш, просто мы так проходимся по одежде, что люди уже боятся, думают о том, что так, сейчас опять что этот стилист меня с Бородиной пройдутся по мне жестко. Не хочу. Лучше уже раз за это меня уже ругали, пусть второй раз поругает. Мы сегодня не ругаем. Мы сегодня предлагаем разные варианты, которые, я надеюсь, тебе очень понравятся. Первый вариант хочу предложить для выхода в театр, в ресторан, на прогулку, по набережной, может быть, романтично. Как тебе это платье? Было ли у тебя что-то с перьями, Наташа? Нет, с перьями не было. Значит, нужно попробовать обязательно. Смотри, какие мы тебе прекрасные босоножки-туфли нашли с перепонками изящными, которые подчеркнут твою тонкую щиколотку, удлинят визуально тебе ноги. Вообще сейчас самый пик моды этих туфлей. Вечерние туфли-босоножки. Да, чтобы они открыты, открыты, открыты. Держи. Все, ждем тебя. Наташенька, перья тебе очень идут. Ты посмотри, мы с тобой как близняшки сейчас, да? Кто вас одевает? Кто ваш стилист? Это я, это я. Да, мой Александр. Мне очень нравятся босоножки. Платье, у меня никогда не было перьев в одежде. Ну, необычно. Ксюша, видишь, платье у нас слегка удлиненное и объемное, декорировано перьями, но Наташина фигурка точеная, на худенькая, хрупкая. Вещи, которые не подчеркивают ту фигуру, тоже могут быть красивыми. Платье не обязательно должны сидеть по телу и подчеркивают каждый изгиб, каждый силуэт. Но и такие платья у нас есть. О-о-о! Яркого красного оттенка. Да. Чтобы не так привлекать на улице внимание мужчин, чтобы жених не видавал муж наш любимый, накинь-ка это пальто на платье. Держи. Так, очки. Да, обязательно очки. Обязательно очки. Да, у меня пошло время. Одевайся, ждем тебя. Ждем тебя. Вот, Наташенька. Вот это другое дело. Какая красота. Вот это соблазнительный образ. А знаешь еще почему он соблазнительный? Почему? Та-дам! Ого! Да. Наталья! А в свитерке-то и в этом платье было и не очень заметно. Тут платье Майка, которая подчеркивает фигуру. Ты довольна, скажи мне, пожалуйста? Я очень довольна. Мне платье нравится. Я люблю такой крой. Открытые босоножки туфли еще больше удлиняют твои ноги. То есть у тебя есть и каблук, и мы видим полностью оголенную твою ногу. Этим приемом очень любит пользоваться Ксюша. Это точно. Ты мой секрет раскрыл на перезагрузке. Мы же должны учить наших зрительниц, что они похожи на тебя. Да. Такой же женственный, красивый. Так, вот расскажем. Так, в общем, о нашем третьем, последнем заключающем наряде. Платье рубашечного типа удлиненное, с разрезами кубокам, с рукавчиками, игривыми такими слегка. Самый модный тренд этого сезона. Так что надевай смело. Дополняем этот образ босоножками из Ксюшиного сундучка. Точно, один в один. Еще даже красивее, чем твои, я бы сказал. Вот так вот. Но зато нет ничего красивее этой сумочки. Посмотри, какая красивая сумка. Туфли в руки, потом их на ноги. И быстренько к нам, мы тебя очень ждем. Наташенька. Ну вот. И никакая-то не ночнушка, да? Какая красота. Какая не ночнушка, никакой не унылый цвет. Серопудровый оттенок прекрасно подходит к твоему тону кожи, к твоим волосам. Мы свою работу сделали, и теперь ее нужно дополнить новой прической, возможно, новым цветом волос и потрясающим макияжем от Сердара. Ты готова к новым экспериментам? Да. Точно. Я ждала этого. Давай. А мы будем ждать тебя в финальной студии. Удачи. Евгений Жук. Призер чемпионата Москвы по парикмахерскому искусству. Участник крупных национальных проектов, таких как Российская неделя моды. Используя навыки, приобретенные во время работы в модельном бизнесе, Евгений создает уникальные образы, в том числе для съемок в ведущих глянцевых изданиях. Здравствуй, Наташа. Привет, Джей. Присаживайся. Твоя улыбка меня очень радует. Я хотел бы немножко поговорить о твоем типаже, о контуре лица, то есть о типе лица. Есть такое уже классическое понятие, как идеал, эталон, форма лица – это овал. И поэтому в стрижке, либо в укладке, нужно вот эти вот углы, в данном случае край роста волос, немножко обыгрывать, смягчать. То есть это может быть челка, может быть выпущенные какие-то волосы, пряди. Но самое главное – делать вот эту вот зону мягче и более округлой. Девушки, если у вас такой же тип лица, придерживайтесь такого правила. Все, Наташа, я закончил свою работу. Ты будешь приятно удивлена. Я надеюсь. А вот и Сердар. Привет, ребят. Привет. Сердар Камбаров – звездный визажист, популярный бьюти-блогер, владелец собственной студии и школы макияжа. Проводит мастер-классы по всей России и за рубежом. Чтобы попасть к мастеру, модницы записываются к нему на полгода вперед. Как у тебя дела? Отлично. Не замучил тебя это все? Я заждалась тебя. Ты знаешь, я люблю подольше поработать с красивыми девушками, поэтому немножко надо было потратить время. Ну и замечательно. Мне прям интересно, что там под полотенчиком у тебя спрятано. Я про цвет волос, а не про стрижку на самом деле. Я просто выразился так эротично на самом деле. Ну что, через 30 минут к вам подойду, чтобы мы закончили наш полный образ. Ну что, Наташенька, пойдем? Пойдем. Всего удачи. Далее в программе. У меня дочка не узнает. Нам маме подарить цветочки. Иди, маме, цветочки. Скажи, мам, какие красивые цветочки. Иди, маме, маме, маме. Кроме нас, тебя хотел поздравить еще очень один важный для тебя человек. Я думаю, что у тебя немножко проблемы с бровями, правильно? Да. Давай я тебе покажу, как их нужно правильно рисовать. Да. Вот у нас девушка без бровей, видишь, да? Можно рисовать брови тенями, можно карандашом, можно помадкой или пастой для бровей. Начинаем от крыльев носа, от крыла носа, да? То есть это вот этот край, да? Да, это называется зона пирсинга еще, вот куда пирсинг делают обычно. Провести прямую линию нужно через внутренний угол глаза, то есть вот здесь. Дальше мы продолжаем по росту волос. Дальше нас интересует наивысшая точка бровей. Здесь мы должны провести прямую линию через зону пирсинга и ближе к внешнему краю радужки. Вот здесь вот отмечаем наивысшую точку и ведем сюда. Дальше у нас конец брови, вводим на нет. Это у нас пересечение с того же самого места и внешнего уголка глаза. И прорисовываем бровь, имитируя волоски. Снизу вверх. Вот. Видно? Ага. Запомнила? Да. Девчонки, уделяйте особое внимание бровям, потому что брови – это тренд. Натуральные пушистые брови, никакого татуажа, никаких тонких ниточек. Прокрашиваем по собственной форме и вперед в дискотеку. Так, ну что вы тут? Привет. Ох, Сердар, шикарно. Почти закончили, только губы остались, не могу все определиться, какой цвет. Смотри, вот этот может быть, но он такой драматичный. Я думаю, да. Вот этот, учитывая, какой подобрал образ Саша, я думаю, вот этот будет лучше всего. Отлично все. Так, ну что, я закончу прическу, а ты как раз-таки нанесешь цвет губ. Жень, ну ты просто бог волос, я тебе могу сказать. Фальт стил, спасибо. Но я тоже хочу, на самом деле, похвалить твою работу, потому что она изменилась. Наташа просто шикарная девушка стала после твоего макияжа. Мне кажется, она была шикарная девушка, а стала еще лучше. Да, но сейчас вот именно вот такая, знаешь, вот леди. Ты хочешь себя увидеть? Да. Закрывай глаза. Поворачивай. Раз, два, три. Можно? Да, конечно. Ты можешь себя потрогать. Это ты. Я вообще не похожа на себя. Как будто другую девушку посадили, и просто я на нее смотрю со стороны. Это зеркало такое, на самом деле, Наташа. Обалдеть. Мне кажется, супругу очень понравится. Итак, друзья, давайте я вас познакомлю. Это муж Натальи, его зовут Дима. А это Алиса. Замечательная дочка. Алиса. Какие цветочки у меня? Ты с цветочками пришла, да. Какие цветочки. Очень красивые цветочки. Маме, скажи, подарим, да? Мама будет красивая. А в подтверждении этого мы должны подборные аплодисменты сейчас встретить нашу героиню. Наташа, мы тебя очень ждем. Выходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мама, иди сюда маленький. Мама, 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 просто волоски темные. Нету слова, если честно. Все внутри прям замирает. И вот когда она вышла, я ее вообще не узнала. Я помню, что Наташа была блондиночкой. В розовом свитере. В розовом свитерочке, да. Что я хочу сказать, ребят, Наташ, сейчас в этом черном платье ты сверкаешь и затмеваешь все и всех вокруг. Выглядишь потрясающе. Я тоже очень довольна. Мне перезагрузка дала многое. Я вернула своего отца. Я с ним теперь общаюсь спустя 15 лет. Все благодаря Виктору. Я нашла номер отца и решила с ним поговорить и попросить прощения. За то, что я его игнорировала и ненавидела все 15 лет. Я так рада, я так счастлива. Теперь следующий шаг нужно сделать к наполнению этой прекрасной формы, которую тебе наши волшебники-стилисты придали, содержанием. Я хочу сейчас обратиться к Евгению. Когда мы повернули Наташу к зеркалу, она когда увидела себя в новом образе, мало того, что она просто даже не слышала нас. То есть что мы говорим, что мы спрашиваем. Я на секунду подумал, что нам можно даже уйти, потому что она принадлежит... Она сама разговаривала с собой, да? Полностью. Ты можешь себя потрогать. Это ты. Я вообще не похожа на себя. Как будто другую девушку посадили, и просто я на нее смотрю со стороны. Обалдеть. Мне кажется, ты похожа на Кинодиму. Ты прямо с голливудской дорожки. Хочу сейчас тебя поздравить с днем твоего рождения. Ура! Поздравляю! Поздравляю! Нагадское желание. Смотри, как было. С днем рождения. Смотри, какой красивый. Наташенька, сегодня, кроме нас, тебя хотел поздравить еще очень один важный для тебя человек. Это твой папа. Он отправил тебе звуковое сообщение. И сейчас мы его послушаем. Наташа, доченька, к сожалению, у меня не получилось приехать на кофе. Мам, так как я сейчас нахожусь в длительной командировке. Поздравляю тебя с днем твоего рождения. Как летит время? Ты уже стала мамой и женой. Но для меня ты будешь всегда маленькой девочкой. Желаю тебе быть здоровой, счастливой и любимой. Скоро увидимся. Твой папа. Целую, я отнимаю. Наташенька, сейчас на смотре твой папа. Что бы ты хотела ему сказать? Я хотела бы еще раз попросить прощения за мою юношескую глупость, о которой я не разговаривала с ним 15 лет. Я хочу его выслушать наедине и понять, почему так случилось. И никогда больше не возвращаться к этому. Ну что, молодец. Ладно, я бы сейчас очень хотела, чтобы, Дим, вы подошли к своей жене. А мы вас оставим наедине, да? Наташа пришла к нам в студию и призналась, что она боится потерять своего мужа. Несмотря на то, что у нее были дико печальные глаза, я знала, что ее в чувства можно привести. Я сейчас, увидев результат, поняла, что я абсолютно не ошибалась. Девочки, верьте в то, что всегда можно спасти свой брак. Стать мамой – это не значит засесть дома, это не значит, что теперь вокруг вас жизнь только серая. Вот благодаря нашей передаче, благодаря таким девочкам, как Наташа, вы можете увидеть, что жизнь не заканчивается, а наоборот, только начинает играть новыми красками. Всегда верьте в себя, вы работаете над собой. Я очень доволен. Команде вообще большое спасибо. Это очень тяжелый труд и очень полезный труд. Перезагрузка мне помогла больше, чем я ожидала. Я не знаю, как я буду жить дальше. Мне надо двигаться дальше, набраться силы, смелости. Но мне будет у вас очень не хватать, ребят. Туфля на меня точно не налезет. Что ты мне расскажешь? Ну-ка, скажи, какой. 46-й? 46-й, да. Ты серьезно? Ты как бы фитболист. Даже немножко половинка. У меня 36-й. На 10 размеров. 10 размеров между нами, как 10 маленьких-маленьких шагов. Поэтому, когда ты в магазинах делаешь один шаг, ты не можешь делать 20 за тобой. Смотрите в следующей программе. Я от него уходила. Он мне все, так сказать, эти измены прощал. Прямо измены прощал тебе? Ну да, было такое. Что это за отношения? Он себя полноценным членом этого дома, этой семьи не осознает. Витя на самом деле добрый. Не переживай. Я тебя в добрые руки отдаю. Она была ошарашена. Вот тут стало понятно, кого она на самом деле любит и кого она на самом деле жалеет. Ну зачем это делает? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...